Так, сегодня испытываем в воде фонарики Nightcore Tube и МТ2А. Они вот светятся, плохо правда видно. Светится один, светится второй. Ну что, погнали? Плаваем, ныряем, испытываем. Если потеряем, буду смеяться громко. Фонарики привязаны на руку, за колечко. Да. Сюда плыви! Ближе. Так прикольно 10 минут снимать точку на горизонте, да? Вообще. Ничего там. Работают, да? Оба. Ковбасится там чёрт знает где. Уплывая, кричу сюда-сюда плыви. Смотри, упал. Смотри. Что, перетёрлось? Нет, раскрылось. А, раскрылось. А колечко, да? Ага. Хорошо, что я доплыла. Да-да, ещё чуть-чуть и тю-тю. Так, ну ладно, высушим, посмотрим, что там к чему. Так, ну и по горячим следам. В фонарике МТ2А воды не обнаружено. То есть, несмотря на то, что человек плыл, человек нырял, и давление было гораздо больше, чем сколько там положено. Три атмосферы, да? Если защита IPX8. То есть, фонарик воду держит. А вот тюб, сейчас я покажу. Внутри тюба тупо вода. Где она здесь? Не знаю, видно на камеру или нет. Вот пузырьки. Вот, пузырьки. Внутри тюба тупо вода. Весь залит водой, вот видно. Вот водичка. Раз, раз. Но несмотря на это, он работает. Вот такие вот дела. В общем, тест на защиту воды Nightcore. Ну, кто-то прошёл, кто-то не прошёл. А с вами был ещё разок. Увидимся. Пока.